Сегодня мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поздравил двух новгородских спортсменов, которые вернулись с победой с чемпионата мира по карате. Александра Митрофанова и Игорь Попов завоевали золото, а Екатерина Тихонова – серебро соревнований. Одновременно с чемпионатом мира там же в Москве проходили первенство мира и международный детский турнир. Всего новгородцы удостоились 42 медалей, треть из которых – золотые. У нас есть большая команда в составе 72 человек. И когда ты являешься действующим тренером, и на тебя смотрят много твоих учеников и другие тренеры, то хотелось показать результат. И поэтому это придавало некую такую ответственность и усложнялось ситуацию. Но все хорошо, что все хорошо сложилось. Сергей Бусурин поинтересовался, каковы перспективы развития карате в Великом Новгороде. Тренер Анатолий Митрофанов заметил, что этот вид спорта официально зарегистрирован около пяти лет назад. Четыре года спортсмены готовили базу, и вот в этом году последовала череда успешных поступлений. Первенство России участвовали успешно. У нас есть победители. Кубок России участвовали успешно. У нас есть вторые места. А вторые места на Кубке России они зачетные. Как раз дают мастера спорта. И вот мастера спорта выполнила Александра и Игорь. И уже участвовали в чемпионате России в Анапе в сентябре. Тоже и первые места есть, и вторые места. К слову, со временем спортсмены надеются, что и Великий Новгород будет принимать масштабные соревнования по карате. Предпосылки к этому есть, да и число желающих заниматься карате растет. В Великом Новгороде этим видом спорта занимаются 400 человек. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Россия» и «Россия-24».